Это тат во мне, это тат во мне, это тат во мне, мне не убежать, мне не убежать, это тат во мне, это тат во мне, мне не убежать, не убежать. Ну что ж, ребята, всем привет, меня зовут Филкек, и пришло время поговорить о травле, а именно о травле в школе. Вот так вот без лишних прелюдий я влетаю с такой сложной темой, с которой возможно вы столкнулись. Этот ролик будет полезен для тех, кто испытывает сейчас на себе травлю и не обязательно в школе, может быть в каком-то коллективе. И даже для того человека, который прямо сейчас над кем-то подшучивает, над кем-то издевается и думает, что ничего особенного в этом нет. Конечно же, травля в коллективе, она имеет некоторую степень пиз... скажем так. Я не знаю, какая ситуация у вас, поэтому это видео не будет каким-то универсальным, священным, секретным знанием, которое поможет по щелчку пальцев избавиться от травли, но я правда хочу вам помочь. Я хочу подробно разобрать эту тему, рассказать о своем опыте и постараться не затянуть это видео. Ставьте лайк, если вам нравятся такого рода ролики, ну а я начинаю. Итак, это видео поделено на две большие части. В первой я расскажу вам, почему вас травят, почему люди вообще травят и как это все происходит. И во второй части я расскажу, что делать, какие есть методики со стороны моего опыта и что может помочь в ситуации. Ну я, конечно, не буду объяснять, что такое травля, я думаю, все прекрасно понимают. Вот это систематические издевательства, систематическое унижение, систематическое насилие, систематические подколы даже, которые уже человеку просто не нравятся. И особенность травли в том, что в нее подключаются сразу несколько человек и, казалось бы, сначала вас травит кто-то один, а потом вы вообще становитесь врагом номер один у всего коллектива. Почему так происходит? Первое и самое важное, знайте своего врага в лицо. Школьные булеры, так называемые вот эти травители, которые отравляют жизнь кому-то, это зачастую просто проблемные дети из неблагополучных семей. Не нужно им сопереживать, не нужно их жалеть, нужно просто понять, что они по-другому вести себя, возможно, не могут. И в будущем они зачастую жалеют о том, что они делали с вами. Это кажется сумасшедшим, но действительно так работает стыд, который может зародиться уже после прожитых годов и просто разъедать человека за то, что он был таким мудаком. Но, как правило, их поведение это просто следствие какой-то очень, знаете, быдло семьи, в которой присутствует только язык насилия, язык криков и просто какое-то давление, которое спроецировалось на ребенка и который вырос вот таким вот сумасшедшим ебаным булером, который может только отдавать этот негатив куда-то в вас, например. Это в какой-то мере больные и иногда даже недоразвитые люди, поэтому знайте своего врага, вы его переиграете и уничтожите в будущем 100%. Я вас уничтожу. Но сейчас вы возразите и скажете, что меня вообще все травят, все в коллективе просто меня ненавидят. Либо они меня игнорируют, либо они меня обзывают, либо они не хотят со мной общаться. Короче, это второе, что вам нужно понять. Точнее, вы это уже поняли. Благодаря вот этому опыту, который вы переживаете, вы раскрыли вот эту сущность человеческую, стадную человеческую сущность. Это называется конформность. Когда к какому-то действию подключаются другие люди, которые даже не хотели вас травить. Но если есть какой-то авторитет, который вот, например, не признает вас, вот вы ему чем-то не понравились, он будет делать вообще все, чтобы отвернуть вас от всего коллектива. И к нему будут прислушиваться, потому что, ну, у него какие-то там есть иерархические бонусы. Может, это самая красивая девочка в классе, может, это какой-то самый сильный мальчик в классе. И если вы вот ему не понравились, то да, люди стада, они не думают своей башкой. Это начинается от школы, заканчивая вообще там рабочими коллективами. И даже всеми гражданинами какой-то страны. Все двигаются как бы в одной волне. И вам просто не повезло попасть в такую ситуацию, что какой-то человек повлиял на то, что все с вами перестали считаться. Перестали вас считать за равноправного человека. То есть ваши одноклассники уже даже не задумываются, почему вас травят. Они даже не видят причин, за что вас можно травить. Это просто превратилось в привычку, в рутину. Да, вот такая вот не очень приятная реальность. И да, у меня так же случилось в шестом классе. Абсолютно весь коллектив от меня отвернулся. И я в один прекрасный момент уже после того, как закончил школу, в миг осознал, почему так получилось. Я не хотел признавать авторитеты. Прикол в том, что я перешел в новый класс. Я попал в новый коллектив, в новую среду обитания, в которой были свои вот такие шишки, которые как бы всем заправляли. И, конечно же, когда ты приходишь в класс, то ты, ну, не приходишь каким-то озлобленным волком там. Ты как-то со всеми открыто общаешься, все, в принципе, нормально. Но когда тебе намекают на то, что ты как-то должен по-особому здороваться, как-то протягивать руку или обе руки, или как-то упоминать кого-то, постоянно за кем-то бегать, какого черта я должен их слушаться? Я не прогинался, короче, я просто пришел, вот как, знаете, как обычный человек, который хотел со всеми, ну, как-то нормально общаться, но и свое достоинство как бы не закидывать в последнюю полку своего сознания. И помню, я начинал общаться с одним чуваком, про которого мне сказали, что с ним никто не общается. Он, типа, отстойный, он не крутой, он, типа, изгой, все такое. И я вообще не понял, какого черта, как это, как это может быть, какое ты имеешь право мне вообще говорить, с кем мне общаться, во-первых. Во-вторых, да вроде нормальный чувак, почему, почему я не могу с ним пообщаться? И тут случилось! В тот же миг мне объявили бойкоты, тот человек, с которым я нормально общался, одноклассник, вроде бы, ну, казался мне нормальным. Он меня в миг предал, короче, все рассказал, что я ему говорил. В итоге я стал изгоем. Меня сильно, конечно, не травили, но вот чисто вот такое ощущение бойкота, ощущение всеобщей злобы, вот этой, и обиды, направленные на тебя, я, ну, испытал. И это длилось очень долго, и, конечно же, все усугублялось. Но не об этом я хочу сказать вот что. Авторитеты! Возможно, вы просто отличаетесь от большинства ваших одноклассников. Вы не хотите причинять никому зла, но как-то повиноваться каким-то авторитетом, признавать их значимость, вы тоже, ну, как бы не хотите. И, возможно, вы этого даже никому не говорили, но вот эти дешевки, которым так важно иметь вот такую самооценку и репутацию авторитетного человека в классе, они это чуют. Они чувствуют, что вы более индивидуальные и отличаетесь от них. И вот оно третье. Вы можете быть лучше ваших одноклассников или кого-то еще. И вот что им еще остается в такой ситуации? Они хотят вас задеть, они хотят вас принизить. И школа это вот такое поганое место, где вам каждый класс, каждый год и учителя, и одноклассники, и даже родители будут влиять на то, чтобы стереть вашу индивидуальность. Они будут подгибать вас под общее стадо, либо это общее стадо не будет с вами общаться. И это, конечно же, доходит до абсурда. Поэтому людей буллят просто за то, что они, например, низкие. Просто за то, что они ходят в очках. Просто за какой-то особый цвет волос, за рыжий цвет волос могут булить. И вот мы плавно переходим ко второй части видео. Что делать в данной ситуации? На самом деле существует прямо, знаете, многоуровневая такая система, схема, как можно облегчить свое состояние и, может быть, даже выйти из этой травли. Возможно, что-то из того, что я сейчас буду говорить, поможет именно тебе. Самое главное – это начать обесценивать с этой же секунды все те слова, которые летят в ваш адрес от всего коллектива. Нужно перестать обижаться на то, что с вами делают. Это невероятно сложно, я понимаю, но это очень важно. Если вы хотя бы в своей голове будете, ну, как-то спокойнее относиться ко всем ужасным, отвратительным словам и поступкам, которые делают вот эти жалкие дешевки с вами, вам станет легче. Вы найдете способ адаптации. Все начинается со слов. Если вы будете принимать за чистую монету, близко к сердцу, все то, что вам говорят, то они будут чуять вашу обиду, они будут как хищники, они будут продолжать бить в самое болезненное место, которое у вас есть в голове. Вот вы считаете, вот у вас там волосы какие-то не такие, вот у вас там с телом что-то не так. Ну, потому что в подростковом возрасте вы еще не приняли свое тело. В будущем вы его примете, вы будете любить свое тело или, по крайней мере, относиться к нему, ну, спокойно, ну, вот мое такое, зато мое. Зато оно мое, сука, да! Но пока что есть какая-то неуверенность. Так вот, вы не должны показывать свою неуверенность в себе, в каких-то своих особенностях индивидуальных, когда вас травят за это. Нужно вот это живое, в которое вас постоянно, регулярно бьют, заслонить каменной стеной, чтобы вы просто не реагировали, именно не показывали, что вам это причиняет боль. А что делают люди, когда, ну, вот им не причиняет ничего боль? То есть они как-то, ну, не дают ответную реакцию, не дают ответные эмоции, не отвечают. Просто вы вне доступа. Вот к этому нужно стремиться. Конечно же, по моему мнению, это лично мне помогло. Это помогло мне выйти из игры, выйти из вот этих, из вот этой роли жертвы и роли агрессора. Я просто перестал со всеми общаться. Меня запугивали, ко мне даже применяли насилие, но все как-то не перешло, знаете, в такое запущенное состояние, когда над тобой прям вот, ну, жестко издеваются, тебя прям бьют и все такое. И это получилось потому, что я перестал отвечать. Я обесценил все те слова, которые они говорили. И, конечно же, следствие приходит, что коллектив перестает с вами общаться. Ну, и помните, что, может быть, тут еще и зависть. Вы просто отличаетесь каким-то особым видением. И вы не обязаны подстраиваться под эту стадную массу вашего школьного коллектива, которые могут быть вообще полными дегенератами на самом деле. Конечно, если травля длится уже более двух лет, это по, знаете, за неделю этого не достигнуть. Вы должны составить план, как вы будете отдаляться от всего коллектива. Вы не должны бояться одиночества. Вы найдете способ пообщаться с кем-то в других местах, с другими людьми. Если в коллективе есть травля, нужно просто от него отделяться и быть вот человеком, который сидит за партой один. Это намного лучше. От вас отстанут, потому что они питаются вашими эмоциями, вашей отдачей. А если вы станете вот такой черной дырой, которая вот как бы принимает, да, но как-то не отдает ничего, то им это обязательно надоест делать. Они обязательно переключатся и потеряют всякий интерес. Вы их обхитрите в каком-то смысле. Это тяжело, но это возможно. Далее. Бывают ситуации травли, когда вот такое отстранение, оно просто, ну, не будет работать. Вас будут продолжать запугивать, продолжать на вас давить. И вы будете просто вынуждены в своей голове продолжать играть роль вот этой жертвы. И играть роль вот такого человека, который зажат. Это очень быстро входит в привычку. Вам от этого нужно как можно быстрее освободиться. Конечно, есть мнение, что нужно ответить еще вот таким большим насилием на их насилие. То есть в определенный момент дать сдачи. Но поверьте, это работает правда не для всех. И должна быть доведена какая-то критическая точка. Я бы сказал, что стоит отвечать насилием только в том случае, когда с вами сделали что-то, ну, вот реально из ряда вон выходящее. Просто прям ужаснейший поступок, какое-то зверское насилие. Вот тогда нужно обрушить все свои злые эмоции. Просто высвободить зверя внутри себя. И будет что будет. Вот сделайте со своим обидчиком все, что вы хотите. Но это только в крайних случаях. И вот когда такие крайние случаи подбираются, нужен на самом деле другой совет. Потому что, поверьте, вы в этой игре не выйдете побежденным. Насилие порождает насилие. Это все равно потом может опять вернуться самым действенным вариантом. Это рассказать о ситуации кому-то из старших. Секрет в том, что вот эти ваши буллеры и травители, которые запугивают и говорят, если ты кому-то хоть что-то скажешь, мы с тобой такое сделаем. Поверьте, они специально, они искусные манипуляторы. Они специально помещают этот страх в вас. Потому что они боятся, что вы расскажете кому-то. Понимаете, какая здесь хитрая установка? Чтобы ее разрушить, нужно стучать. Нужно просто рассказать человеку, которому вы доверяете о всей ситуации. Чтобы взрослый человек вмешался и помог вам. Конечно же, у всех родители разные. У всех взаимоотношения с родителями разные. Но если у вас более-менее какой-то контакт налажен, ну расскажите своим родителям. Скажите, ну не получается ничего сделать. Пусть вам помогут. Пусть родитель уже возьмет на себя ответственность и поможет вам. Если родителям вы не доверяете, у вас такие же, например, ну не такие же, но просто испорченные отношения, то расскажите прямо в школе какому-то важному человеку, и которому вы хоть немножко доверяете. Понятное тело, что классные руководители, руководительницы, им вообще допиздать до ваших проблем. Они могут быть мямлями, ничего не понимать, как решить. Можете махнуть на них рукой. Идите сразу вот с козырей. Идите к директору или идите к какому-то завучу. Это на первый взгляд кажется бессмысленным поступком. Но, поймите, нужно идти прямо к верхушке. Это как, знаете, когда в государстве никто ничего не хочет делать, никто, ну нарушаются чьи-то права, нужно идти прямо к президенту. Нужно писать письмо на имя президента. Обычно так и делают, и иногда это помогает. Ну, конечно, не во всех государствах. Господин президент, помогите нам! Ну, короче, не суть. Вам нужно обратиться к верхушкам иерархии в школе, чтобы они повлияли. И просто, если вы чувствуете, что человек, ну, не проморгает это все, несмотря на то, что директор, завуч могут казаться какими-то страшными людьми, ну, понимаете, они тоже люди. Они вас поймут, если вы просто честно все расскажете, что вот такая ситуация, просто помогите мне, помогите. И да, я знаю, вы можете сейчас думать, что этот поступок является проявлением какой-то слабости, и вы вот сдаетесь просто, и пытаетесь найти помощь, и сами ничего не можете. Это тоже вам внедрили ваши буллеры в голову, что вы вот таким образом сделаете проигрышный выбор. На самом деле это выигрышный выбор. Потому что любому адекватному взрослому человеку, да вот вы мне, например, рассказали, что вот над вами издеваются, вот все плохо, если бы я работал в школе, вот представим, я бы начал решать вашу проблему, потому что это абсолютно нормальное ваше желание прекратить этот п***. И мы, взрослые люди, мы можем как-то влиять, ну, есть регуляторы, инструменты влияния, которые могут быть в долгосрочную перспективу использованы. И если вас опять после начнут запугивать, опять идите к этому человеку. Обращайтесь к взрослым, обращайтесь к родителям. Короче, вам нужно выйти из игры, настучав, настучав на этих подонков. Потому что это просто мрази, которые внушают вам страх. Поэтому нужно просто выйти из этой игры, жертва-агрессор, вот таким путем привлечения внимания взрослых людей, которые, поверьте, сейчас вопрос травли и буллинга взрослыми воспринимается иначе. Они могут вас понять. Поэтому этот риск абсолютно оправдан. Ну и, кстати, выйти из роли жертвы – это тоже очень важно. И я бы дал самый важный совет на будущее – это перестать считать себя жертвой. Это сложная штука, но я хочу задать вектор вам, чтобы вот это состояние травли, оно не переросло именно в серьезные проблемы в обществе. Потому что относительно недавно я понял одну вещь, что нужно перестать считать себя жертвой во всех ситуациях. Это происходит очень неосознанно, но вот даже обиды людей, вот когда ты обижаешься, я тоже обижался иногда на некоторых людей, и когда я чувствовал себя жертвой по отношению к какому-то обществу или вообще жертвой ко всем, это на самом деле – ты сам себя ставишь в уязвленное положение. Ты сам себя воспринимаешь как жертву. Ну, конечно, вот феминистки скажут, что есть вот насильник – жертва, вот такая бинарная система четкая, абсолютно точная. Но проблема тут именно в психологии, потому что после того, как вы побывали жертвой, вы можете продолжать себя чувствовать жертвой совершенно необоснованно. И это будет уже менять ваше поведение и менять поведение ваших людей, с которыми вы контактируете. То есть быть защищенным и постоянно защищаться – это разные вещи. Но когда ты взрослеешь, ты понимаешь, что вот этот период травли был временным. И вот это важно вам особенно понять. Не думайте, что все люди в будущем будут к вам так относиться. Абсолютно это не так. Нужно пережить вот этот этап, как-то адаптироваться к нему. Но вы от него избавитесь, вы уйдете из школы. Конечно, это оставит вам отпечаток на психику. Я, например, вот после того, как меня отравили, я уверен, что я стал просто в некотором роде нестабилен. Я немножко ебал. В меня вложили слишком много негатива, злости. Но я это преодолел. И после того, как я познакомился с другими людьми, в другом коллективе, ты чувствуешь себя абсолютно иначе. Потому что ты как бы начинаешь понимать, что все то, что в тебя вкладывали, что в тебе пытались увидеть, это было просто гипертрофировано. Ты как будто был под микроскопом и кривыми зеркалами. Постоянно как клоун ходил для них. А для вообще всех людей на самом деле ты никакой не клоун. Ты под нормальной линзой просматриваешься, как нормальный человек. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Пишите в комментарии свои истории из жизни. Возможно, у вас сейчас травля. Возможно, она была 10 лет назад. Расскажите об этом. И давайте все-таки будем стараться чувствовать единение и какую-то сплоченность, а не вражду. Потому что очень важно чувствовать первое, чем второе. Спасибо вам за внимание. Спасибо за поддержку в комментариях. Ждите новых роликов. До встречи. До новых видео. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»